В эфире «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, напротив меня Владимир Журавлёв, депутат Городской Думы. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Выходим с вами в праздничные дни. Темы будут разные, и праздничные не очень. Начнём с темы, которая должна быть вам близка, как мне кажется. В Госдуму внесён проект закона, гарантирующий россиянам право на создание своей родовой усадьбы на одном гектаре земли. 29 апреля в Госдуму был внесён этот законопроект. Авторы инициативы, депутаты от ЛДПР, они считают, что эту землю государство должно предоставлять бесплатно. При этом право на участок под родовую усадьбу будет носить неимущественный характер. То есть нельзя будет купить, продать, разделить, только передавать по наследству. Как вам такой законопроект? Ну, сам по себе, как идея, законопроект вообще неплохой. И вообще мы уже 20 лет пытаемся найти свою идею, свою какую-то идеологию развития государства. Её как таковой сегодня нет. Из-за этого, мне кажется, не идут ни реформы, ни экономические, ни социальные, ни образовательные. Потому что нет какой-то государственной такой идеи. Раньше была программа строительства социализма, с плавным переходом коммунизма. И было понятно, действительно. Расписано было сейчас с точки зрения экономики, собственности, образования, медицины и так далее, и даже науки. То есть сейчас эта система сломана, а пока ничего нового нам выстроить, в моём понимании, не удаётся. И самое важное, не определили форму государственного развития, то есть государственного и социально-общественного развития. А вы слушали прямую линию с Владимиром Владимировичем Путиным? Ну, конечно, слушал. А вы там не услышали ответ на ваш вопрос, на вопрос, который задают многие, по поводу, какая же всё-таки государственная идеология у нас? Ну, он это выразил словами, притом он не коснулся всего широкого спектра, в чём хотел бы я видеть и понимать. То есть, когда увязана, во-первых, экономика, кто собственник, в какой пропорции, нужна ли государственная собственность, нужна ли частная собственность, в каком виде, в каких отраслях, куда пойдёт образование. От этого всё и запляшется. А чёткого, если вот брать такой предмет теории государства и права, который актуален для всех абсолютно стран, то я чётких ориентиров не увидел с точки зрения теории государства и права, как государствовед, поэтому говорить о просто тезисах, об идеологических выражениях, ну, хорошо. И второй момент. Все из теории же государства и права мы понимаем, что если мы определили, куда мы двигаемся, то только минимум за 20 лет можно построить ту модель государственности и общественных устройств, которые мы, в общем-то, задумали. То есть, из этого следует, что раз мы не определили эту модель, то неизвестно, куда мы движемся. Однозначно. Я хочу сказать, в чём и проблема. Мы не определились, какое мы государство. Или мы развиваем капитализм. Какой капитализм? В какой пропорции? Вы понимаете, что если, ну, например, вот я, к примеру, говорю как экономист. Например, мы говорим, что 70% экономики государства оставляют за собой. О чём я говорю? Железная дорога, почта. Почта, например, 2-3 авиационные компании там. Ну, я знаю, что 75% сейчас банковского сектора находится под контролем 4 государственных банков. Уже хорошо. То есть, образование, медицина, сельское хозяйство, то есть, в каких формах. То есть, вот, на каждую отрасль экономики и, например, человеческой жизни, там, при образовании, медицине, медицинское обслуживание. То есть, мы должны прописать программу и хотя бы прописать её. Во-первых, стратегия 20 лет, а план развития 5-летний, мне кажется, очень таким удачным. Пока этого нет. И правительство не готово работать над этим сегментом. Ну, я читала пост на сайте эхокирова.ру, где вы, в общем-то, обозначали форму государства, которая, вы себе представляете, была бы приемлема для России. Да-да-да. То есть, ну, это маленькая статья. На самом деле, во многих сферах я рассуждаю как экономист. То есть, вот, я говорю, как должен функционировать капитал, кто должен контролировать, кому принадлежит, как он должен управляться. Мы находимся в плену некоторых иллюзий. Первое, чиновники говорят, что рынок всё разрулит. Да ерунда. Рынок нужно выстраивать десятилетиями, чтобы он потом начал при какие-то характеристики саморегуляции. Мы хотели сказать, что рынок всё разрулит, да? Сам всё покажет. Так чиновники говорят. На самом деле, такого не произойдёт. Что мы видим? Рынок вообще несёт черты монополизма. То есть, что произошло? Был государственный монополизм. Мы сейчас его передали. Он стал частным монополизмом. А вы знаете, что частный монополизм, он хуже, чем государственный. Это известно всем экономистам в мире. Я имею в виду, вот сейчас пытаются железные дороги приватизировать. Разговор об этом, Реючин, это нельзя делать. Мы приватизировали, помните, транспорт железных дорог. И что появилось? Сразу проблемы с транспортом. Частный капитал, он имеет эгоистические вещи. То есть, какие-то субъективные факторы и стоять под, например, судьбу развития, например, общества и государства, в зависимости от каких-то личностей, от их настроения, эмоций я бы не стал. Государство должно контролировать. Вот возвращаясь к проекту о создании родовой усадьбы, в пояснительной записке инициаторы этого законопроекта говорят, что благодаря тому, что если он будет принят, то в результате наши земли, которые сейчас пустуют, покроются садами, и каждая российская семья сможет обеспечить себя экологически чистыми продуктами. Ну, тут бы я разделил на несколько частей ответ на этот вопрос. Во-первых, с точки зрения самой идеи, она мне нравится. Объясню, почему. С точки зрения государственности, государственной идеи. Первый, вот, например, в Арабских Эмиратах, слышали, да, рождается человек, ему, по-моему, уже сейчас дают каждому 300 тысяч долларов. Представляете? На образование, на все. Да, да. То есть, вот, народное богатство, богатство страны делится между всеми поровно. И в этом плане идея вот этого законопроекта, она мне понятна. С другой стороны, есть два момента. Первый, как будет регулироваться это нематериальное право, то есть, когда нельзя продавать и покупать. То есть, не все же захотят, ну, например, пользоваться этим. В Кировской области этот законопроект применим, земли будут разбираться? Ну, вот я сказал, что он имеет несколько плоскостей ответов. Прямой ответ. Дайте один ответ. Ну, однозначно, некоторые согласятся. Но давайте изучим вопрос, сколько, какой процент. Самый главный спор будет в чем? Мы поделили поле. Кому-то достался участок рядом с рекой, а кому-то там в конце, в глубине поля, в низине и так далее. То есть, сама идея хороша. Самое важное, это предписать механизм реализации. Вот интересно, кто будет стоять в очереди на эти земли? То есть, люди, обычные люди, вот те семьи, на которых рассчитан этот законопроект, они с рвением, с энтузиазмом пойдут за этими землями? Или туда пойдут другие совершенно люди? Я имею в виду спекуляцию землей, конечно. Да, я думаю, конечно, все это будет спекулятивный рынок. Нет смысла, наверное, в сегодняшней ситуации всех делать такими крупными землевладельцами. Давайте лучше, если уж там мы хотим чего-то нарезать, давайте вот эти садово-огороднические участки, давайте там по 20, ну там же по 30 соток нарезать, какие-то создавать, вот садоводческие какие-то группы, ну, может быть, уже сейчас чуть-чуть подальше от города. А по гектару земли, это, представляете, если у нас, ну, пусть 500 тысяч, например, населения в городе, разделим там на количество семей, предложу 100 тысяч семей, это нужно 100 тысяч участков по гектару. А у нас есть ли такой объем гектаров, я хочу сказать, 100 тысяч гектаров. Ну, в принципе, есть такая земля, но это же должны быть поля с какой-то инфраструктурой. Я хочу сказать, что и так гектар земли в сельском месте, например, там, ну, 50-60-70 километров от города Кирова сейчас можно купить за достаточно умеренную цену. То есть желающие давно уже, кто хотел, тот приобрел. Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Журавлева, депутата городской думы. У меня тут список вопросов. Здесь и оценка послания губернатора Заксобрания, губернатора Заксобранию, и заседание Гордумы, которое не слишком давно прошло, и у вас там были яркие выступления и дороги, и ГИБДД, и череда праздников, которые наступают. Вот мое предложение все-таки вернуться к заседанию Гордумы, где вы в очередной раз говорили о незаконных схемах передачи как раз земли, но уже под строительство, я имею в виду микрорайон Южный, о котором говорили многократно, и проблему с детским садиком, который там должны были построить. Вы предупреждали руководителей города, что будете поднимать вопрос об отставке, если эти вопросы с землей не будут решены. Об отставке, видимо, сразу и Владимира Быкова, и Дмитрия Дранова. Вопрос, который волнует слушателей. Каких кардинальных решений со стороны глав администрации города вы ждете в ответ на ваш посыл? Ну, на самом деле вопросов накопилось столько, и то, что я выступал, просто у меня информации столько и по главе администрации, и по главе города, что я думаю, что ищет, конечно, об отставке их обоих. Весь вопрос, у нас же как в России до сих пор, что пока правоохранительные органы не сработают, то никто не шевелится, хотя я считал и считаю, что если, например, Драны Дмитрия Николаевича не справляются со своей должностью, мы как работодателево просто легко по трудовому законодательству можем уволить, как несоответствующего. Это было ваше заявление, и оно неоднократно повторялось. Большая поддержка со стороны ваших коллег не наблюдается. Я это знаю, потому что в большинстве своем депутаты городской думы, но они, может быть, кто-то имеет свое мнение, но им не хватает внутренней свободы, чтобы его открыто высказаться. Плюс я же знаю, что некоторые депутаты просто в обойме всех этих действий. Я говорю прежде всего о нарушениях с МУПами, по которым уголовное дело. Ведь мы полгода назад говорили об этом, и мне господин Драна и господин Быков говорит, «Ну что вы, Владимир Владимирович, ничего нет, для нас это важно, однако уголовное дело возбудили не они, хотя все уголовные дела были возбуждены по факту проверок контрольно-счетной палаты городской администрации. Все лежит на поверхности. И в моем понимании они оба несут ответственность как за халатность, когда человек, должностное лицо, должен проявлять бдительность, и если есть какие-то нарушения, он должен сам обращаться с заявлением в правоохранительные органы, а не ждать, когда правоохранительные органы сами что-то накопают. Они вот этого понять не могут. Но вот после таких громких заявлений, хотя бы со стороны одного, даже депутата, должны последовать, в моем понимании, какие-то серьезные решения, или, по крайней мере, какие-то ответы от тех лиц, которых вы задеваете? Ну, вы знаете, ситуация достаточно патовая. Ну, наверное, некоторые там, ну, может, человек 5-6-7 меня поддерживают в прямом. То есть они открыто заявляют, что вас поддерживают и не срывают при этом свои письма. Да, 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 да. В том числе это несколько человек и фракция «Единая Россия». Вот. А остальные, ну, такую выждательную позицию заняли. Например, мы когда обсуждали вопрос, они говорят, ну, вот когда будут выводы правоохранительных органов, тогда мы тебе поверим. На что я говорю, ребят... Ну, то есть они не верят вам? Или они все-таки верят, но не озвучиваются? Да, они не верят, но ситуация такая... Они требуют подтверждений юридических. Но это их позиция, их позиция, этих людей. А на самом деле я считаю, что ситуация в администрации города достаточно серьезная и коррупциогенная. Просто могут произойти там шумные отставки и так далее. И фактов все больше и больше набирается. Ну, ждем. Чего нужно еще? Два мупа, в которых там откровенно есть воровство и вывод денег, при том там команду давали самые первые лица. Я пока не буду называть фамилией. Ждемся вывода следствия, но у меня отлично... У меня уверенность, потому что я разговаривал со свидетелями и так далее. Люди не понимают, что я как бы, ну, не совсем депутат такой рядовой. То есть я имею доступ к информации о правоохранительных органах. Если вы имеете доступ к информации о правоохранительных органах, то как долго, по вашему мнению, может длиться следствие, прежде чем действительно мы эти выводы следствия услышим? Ну, я надеюсь, что до конца года, например, главы администрации Дранов Дмитрий Николаевич уже не будет на этом посту. Самое последнее, то, что, например, прокуратура проверила, это покупка автомобиля. Слышали, Лэнг Крузер, да? Да. Прокуратура провела проверку и четко сказала, что Лэнг Крузер куплен на деньги Гордор Морстроя, муниципальное предприятие за 3,5 миллиона рублей. И в Гордор Морстроя им объяснили, что купили джип для того, чтобы ездить на карьеры. Но почему-то он впоследствии оказался у главы города, Дранового Дмитрия Николаевича. И это, например, знаете, в сравнении. Например, за 3,5 миллиона мы купили джип Владимиру Васильевичу. И когда Владимир Васильевич нам говорил, что зачем вам такой джип, по финансовой аренде, он сказал, что мало ли бывают важные гости, которые приезжают из Москвы, их нужно будет встречать. Какие последствия вот этого разбирательства? Я считаю, что заодно за это и главу города, и главу администрации нужно отправить в отставку на синие без нашего ведома депутатского корпуса. Фактически. Юрически они это все обляпали договорами, но МОП Гордор Морстроя, это стопроцентная, условно говоря, фирма принадлежит городской администрации. То, чем мы, и бюджету, то, чем мы распоряжаемся. Они распоряжаются нашими венгами так, как им было, ну как бы, как им было заблагорассудиться. И опять получается, что только вы заявляете это. Но другим может быть невыгодно, или они может быть связаны, там, какими-то там партийными узами, или еще чем-то. Там есть второй момент. 2 миллиона 600 мы сейчас выделили на покупку пяти автомобилей для администрации города. А тут одну машину купили за 3,5 миллиона. Притом мощный джип, который, видя, сначала был Гордор Морстрою нужен для поездки в карьеры. Это не в прокуратуре давали официальное как бы объяснение. А потом он появляется у Владимира Васильевича. У меня вопрос. 3,5 миллиона фактически, в моем понимании, нецелевым способом безрасходов. А сейчас мы Гордор Морстрою даем еще 30 миллионов денег для того, чтобы пополнить их установку. Что они еще придумали? Я просто им не верю, не доверяю. Мы тут удивляемся, Владимир, что вы не верите, не доверяете, озвучиваете цифры и факты, и озвучивает их прокуратура, а последствий, в общем, никаких получается. Я считаю, что мы плохие граждане, что позволяем нас дурить таким способом и распоряжаться нашим бюджетом кому как заблагорсуется. Я считаю, что оба человека должны уйти, в моем понимании, в отставку. Но если с господином Быковым Владимиром Васильевичем там партийная дисциплина, и пусть Единая Россия решат, я считаю, должна дать оценку. Потому что без решения партии Единая Россия там ничего не сдвинется. А им, опять же, нужно как бы выводы правоохранительных органов. Но вот по джипу-то уже есть. То есть я правильно понимаю, что вы и дальше зорко будете следить за развитием дела, и на каждом гордуме будете... Мало того, не только зорко, я приложу все силы, чтобы глава администрации Андрей Николаевич покинул свой пост и как можно скорее. И чтобы на пост пришел нормальный, деятельный, честный, профессиональный человек, который бы смог нормально заниматься развитием города. Ну вот, кстати говоря, что касается Дмитрия Адранова, то когда некоторое время назад обсуждался вопрос, обсуждался отчет Павла Кошкина, руководитель дирекции дорожного хозяйства города Кирова по нашим дорогам постоянно этот вопрос. Он отчитался, сказал, что да, вот все плохо. И Дмитрий Адранов отметил, что на соответствующее содержание дорог у города просто денег нет. И мало того, что Дмитрий Адранов так сказал, его, собственно говоря, слова подтверждает Никита Юрьевич Белых, который 29 апреля в своем послании ЗАГСобранию тоже отметил хроническое недофинансирование хронической отрасли. Нет, давайте, это же вопрос, он в психологии человеческой. Как? Вопрос дорог в психологии человеческой? Нет, покажите мне человека, кому хватает денег. Все скажут, мне не хватает, просто потребности разные. Но мы-то говорим о том, что деньги неэффективно используются, даже те маленькие, которые имеются, я вот говорю, что они неэффективно используются. Пример, то, что как раз по результатам прокуратуры, я смотрел, например, счета, по которым, ну, сметы, по которым закрывают, там, вывоз снега, латание дырок, например, использование экскаватора, вот чего я знаю, вот сходу вот чего запомнилось, экскаватор хитачи, однокубовый, я обращаюсь к слушателям, к экспертам, хитачи на один куб, они закрывают нам, городскому бюджету, 2600 рублей в час с НДС, хотя я знаю, что на рынке это полторы тысячи, об этом все знают с НДС, смотрите, почти в два раза, о чем мы говорим. И это только вот поверхностное, сейчас вот будет исследоваться вопрос о том, как вывозился снег, потому что есть информация, что закрывались, ну, снег же растаял, сколько вывезли кубатуры, говорят, закрывались там в два, в три, в четыре раза превышающиеся сметы, ну, мы попытаемся по автомобилям это посчитать, сейчас с прокуратурой также, плюс ямочный ремонт, которые были проведены, кстати, и ямочный ремонт, и вывоз снега без конкурса, нам это тоже уже известно, я думаю, что председателю УФАС, Артему Молчанову, это тоже будет известно, сейчас документально готовятся документы, и хотя бы по этим двум вещам можно, например, господина Дранова отправлять в отставку, к примеру, по дисквалификации. Ну, вот, оставим в покое господина Дранова сейчас, потому что, на самом деле, Никита Юрьевич Пилых дал некий рецепт, с чего хотя бы можно начать отслеживать состояние отремонтированных дорог, например, да, каким-то образом, чтобы, видимо, минимизировать расходы, не заново там покрывать. Он говорит в своем послании, что принципиально важно отслеживать состояние отремонтированных ранее участков, и в случае их преждевременного разрушения добиваться полного исполнения гарантийных обязательств. Поручаю профильному заместителю, руководителю Департамента дорожного хозяйства представить мне информацию о текущем контроле за дорогами, находящимся на гарантийном сроке, и довести, что важно, эту информацию до общественности. Вечно меня всегда удивляло, что действительно у дороги же должно быть какое-то гарантийное время использования. И если мы просыпаемся весной, а осенью там закатали дорогу, а там все те же ямы, а то и больше, то очевидно же, что гарантийный срок не вышел. Или какие-то другие гарантийные сроки существуют у дорог. Нет, Светлана, вы абсолютно правы, абсолютно правы, что контроля со стороны администрации вообще нет. У меня такой же вопрос, совершенно верно. Плюс, ведь очень много проблем, и счетная палата насчитала, по-моему, 56 миллионов тех денег, которые потеряла, например, администрация города из-за того, что неэффективно исполнялись в разной сфере строительства, социального строительства за прошлый год. Вот эти строки были сделаны, но эффективности в них нет. И администрация потеряла 56 миллионов. Это ущерб. И причина в том, что нечеткий контроль со стороны администрации. Так ведь опять вопрос к драному, Дмитрий Николаевич. Мне кажется, он просто не понимает, он оказался на этой должности, ну, совершенно случайно. Он разбирается в дорогах без вопросов, он отвечает там про бордюры, про брусчатку, хотя брусчатка в Александрском парке зимы не выдержала, некоторые там вот эти печенюшки, они уже распались. Мы брали на анализ печенюшки, ну, это я имею в виду брусчаточки, они не соответствуют наличию цемента. Кто должен контролировать? Есть еще ряд таких строительных вопросов, на которые администрация Дмитрия Николаевича, он так улыбается и все говорит, я отвечу, отвечу, но затягивается. И в моем понимании терпение закончилось. Объясняй свою позицию. Я ровно год терпел, смотрел с точки зрения как менеджер, как хозяйственник, на его ответы на действия там работников администрации города. И я однозначно вижу, что работа это той, которая должна вестись. Да, они ведут ее на своем уровне, но однозначно для меня неудовлетворительно. И я знаю, что, например, много людей, которые эту работу будут проводить намного выше как организационную. Это же план-контроль. План-контроль. Да, можете ли Вы сказать, что у Дмитрия Дранова и Владимира Быкова есть своя команда, которой нужно еще дать время и они могли бы вот как нам сказал Владимир Путин, что министром новым, кабинетом министров нужно дать время, они мало поработали. Может быть, здесь такая же ситуация? Нет. Смотрите, я считаю, что все равно карт-бланш должен проводиться в определенный срок. Я считаю, Владимир Васильевич был уже срок пятилетний, он второй срок. Я вижу, что ничего не меняется. А скажите, мог бы... Опять же, в моем понимании, в том понимании, как человек должен руководить городской думой, а должен заниматься законотворческой деятельностью. А может быть, если бы Владимир Быков вышел с заявлением таким же, как Никита Юрьевич Белых, а он сказал в своем послании, что у нашей команды есть стратегическое видение и понимание развития нашей области, как краткосрочной, так и долгосрочной перспективы. Есть понимание и силы, чтобы реализовать все эти начинания. Вот если бы руководители нашего города с таким же заявлением вышли, а дальше бы последовал этот план, который они видят, краткосрочный, долгосрочный, то у них был бы еще шанс. Ну, я понимаю вопрос. Вот давайте объясню на примере, потому что людям проще понять мою мысль. Во-первых, у нас есть команда Родина, да, хоккейная. Мы пригласили Владимира Янко, лучшего тренера России. Смотрите, игра команды просто преобразилась. Это и дух, это и желание, это и все остальное. Вопрос второй в самой команде. Игроки у нас, ну, если брать по всей России, они не экстра, они средники. Ну, вот есть там отдельно, там Сергей Бухов, как выше среднего. Сборники. А остальные, они такие средники, поэтому с такой командой, ну, чудес не сделать. Нужно в отдельном матче. не тренеры, не команды. Да, у нас получается, не тренеры как раз, не команды. О чем я и говорю. Притом, на самом деле, мне все равно. У меня нет личных каких-то там, ну, недооценок в отношении, там, Быкова, например, Дранова. То есть, мне с ними детей не ксидят. Я вообще спокойно. То есть, я как бы мужчина, я не реагирую на эмоции. У меня нет каких-то там, Никите Юрьевичу, например, таких личностных каких-то, а наоборот, может быть, человеческая какая-то, есть симпатия, но есть видение того, что команда не играет. И хоккея, хоккея-то никакого нет, которого, например, в моем понимании, который, например, даже я, как организатор, мог бы обеспечить. И мне всегда обидно. Я готов был бы у кого-нибудь поучиться, но, к сожалению, мне учиться ни у первого, ни у второго, нечему. Вопрос в руководстве команды. А команда не играет, нет результатов, нет успехов. Должны уйти, это рынок, рынок, чиновники и политики тоже должны понимать. Если в сравнении с командой, которая существует в городе, вот заявление Никита Юрьевича Белых о том, что есть команда и есть перспективы, вы видите команду и перспективы? Ну, во-первых, вопрос вы правильно поставили. Никита Юрьевича пятый год заканчивается. А что он раньше про дороги, про бордюры так жестко не ставил? На пятый год проснулся? Никита Юрьевич, ну, извините меня, второго срока населения области, я знаю, что он собирается быть губернатором, может и не дать. Поэтому, вот в моем понимании, я думаю, что ничего не изменится. Человек никогда не работал губернатором. Это некий, знаете, вот такой комплекс, это в некоторой степени какой-то практический опыт. Его у человека нет, и тренироваться на нашей области. Вот в моем понимании я против этого. Вы же сами говорили, что кроме руководителя хорошо бы, чтобы была команда. Ведь важно, чтобы были практики опытные именно в окружении. Ну, таковых же нет. Вы смотрите, губернатор это менеджер. Вот давайте разбираться в окружении, Никита Юрьевич. Скажите мне, кто твой советник, я скажу, кто ты. В отношении двух советников уже есть вынесенные уголовные приговоры. Рано, так как нравилось мне, это или не нравилось. В отношении Навального, пусть политическое, но возбуждено уголовное дело. И я знаю, например, там остальные факты. Вот таким способом, если мы сейчас будем требовать отставки и главы города, и главы нашей области, мы вообще останемся и без глав, и без команды. Это ведь еще более опасно, Нет, но вы слышали инициативу Министерства внутренних дел, которые сказали, что если заместитель будет, кого-то из руководителей в системе МВД был привлечен к уголовной ответственности, то есть начальник обязан покинуть пост. И поэтому я считаю, что Никита Юрьевич несет однозначно моральную ответственность и профессиональную ответственность за то, что люди совершили, он должен контролировать. Если ты назвался Груздин, так ты тогда спрашиваешь этого человека. Вы сейчас кого имеете в виду? Никиту Юрьевича. Нет, а про кого вы говорите, кто скомпрометировал нашего губернатора? Два советника, там Ботинцев был осужден и второй советник, сейчас фамилию не помню. Плюс, Навальный третий, плюс против Арзамасова, четвертого человека, тоже за международное дело, он в бегах. Как так? Человек команды, который занимал пост такой важный в правительстве области, которого Никита Юрьевич, притом всех четверых людей Никита Юрьевич нам привез в область. Они не нашли здесь, это не местные вятские. Вот, кстати говоря, по поводу того, кто-то привез, вы говорили про команду Родину, так вот сейчас активно массируются слухи, что руководитель команды Родина может уйти в Казань, сбежать от нас. Янко? Янко. Мы сейчас прервемся на эту, на короткую рекламу. Я готов к нам посуда отвезти. Возвращаемся в студию, это программа «Особое мнение», меня зовут Светлана Занько, напротив меня Владимир Журавлев, депутат городской думы. Вот такой разнос вы устроили руководству и области, и города практически, с требованием практически об отставке, я бы сказала. Но я хочу вспомнить, что как раз на прямой линии с Владимиром Путиным такие вещи, как вопрос «Когда вы уйдете?» или «Когда уйдет команда?» задавались через человека. Видимо, такое какое-то общее настроение общества. Вы участвовали активно в прямой линии с Владимиром Путиным? Задавались свои вопросы? Я не участвовал. Почему? Я все активность направляю на город и на область. Я думаю, что там много людей, которые могли пообщаться с президентом. Человек-жен как бы не всесилен. Поэтому я концентрируюсь на городе и на область. Это моя земля. Вот тогда возвращаемся в наш город и что хотела еще спросить ваше мнение по поводу того, что ГИБДД Кировской области усиливает контроль за деятельностью автошкол. Как выяснилось, 9 ДТП, каждый, вернее, 9 ДТП в регионе происходит по имени водителей, чьей стаж управления автомобилем не превышает 3 лет. И вот ГИБДД заявляет, что в связи с этим необходимо отслеживать, сколько раз водители прошедшие в той или иной школе обучения попадают в аварии и на этом, основываясь на этом, делать выводы и, видимо, принимать какие-то санкции к автошколу. Не слишком ли много внимания этому вопросу уделяется? Действительно, видите, что автошколы могут быть, в общем-то, некими инициаторами того или провокаторами вот таких событий. С виновниками некачественной подготовки водителей, да, хотите сказать? Но я за любой вообще контроль со стороны государства разумный, законный. Ведь они не сказали, что там всех посадят, или пересадят. Они сказали, будем контролировать. Вообще, мы как-то так отошли от вопроса, от простого, то есть, убрать все политические вопросы пристрасти и неприязни, а ставить вопрос просто управления. Вот для меня управление – это, во-первых, план, который человек представил, и затем он мне представил, как руководителю, а я с него требую выполнения. И поэтому, с точки зрения контролировать тот план, работ, или та прописанная процедура с законом, это важно. И поэтому ГИБДД напрямую отвечает за безопасность. И для меня это понятная акция, ведь для нас не секрет, как готовят вообще, как в Кировской области в частности, и в России в целом, относятся многие люди к своей профессии, к выполнению профессиональных обязанностей. А в такой вещи очень важной, которая связана не только там с общественным каким-то порядком, но и с безопасностью и здоровьем и жизнью граждан, которые там ходят по пешеходным переходам, которые проезжают, вопрос безопасности важен, поэтому нужно контролироваться ГИБДД. Я только приветствую. Вы, вообще, вам нравится наша ГИБДД? Я имею в виду Кировская ГИБДД. Вы с ними ладите? На самом деле, меня вообще не штрафуют уже очень много лет. То есть, там, не за нарушение по превышению скорости. Я не говорю, что я идеальный. Конечно же, мы все не идеальны, в России такого нет. Но я стараюсь быть законопослушным гражданином, потому что я не лихачу. То есть, я, может, по натуре своей тоже, в некоторых сияжь мужчина. Но я стараюсь понимать, что выполнять закон нужно по одной простой причине, такой глубокий смысл, чтобы не носить дополнительный хаос и так в хаос, который творится и на дорогах, и в общественной жизни. Такая ключевая фраза у вас прозвучала в оценке вот этой новости, что если убрать все политические моменты, я сразу задумалась, какие политические моменты могут быть в ГИБДД, или вы применяли это вообще к любой деятельности, к решению любого вопроса в нашей жизни. Хорошо бы убрать все партии вообще. Может быть, они лишние? Пусть их не будет. Вы знаете, вот те люди, которые меня поддерживают, понятно, что я такой смелый, такой честный и такой умный. С одной стороны, как некоторые может показаться, не просто так. Конечно, у меня есть мощная поддержка. Мне, например, проще критиковать, имея за спиной достаточно увесистый и палку правых органов, и финансов, и определенную независимость, и, конечно же, определенные связи. Так это должно людей наталкивать, против которых я говорю, что так-то это не только мое мнение. Это мнение достаточно влиятельного, в том числе промышленного лобби, большой части интеллектуального бизнеса в Кировской области, которые против этих вещей. Я лишь озвучиваю. Мало того, это на многих кухнях озвучиваться, вот эта вещь. И мне, например, почему сказал, что убрать политику? Я вообще считаю, что политические партии на Кировской земле, они не нужны. Они нас используют, наш потенциал, наши голоса, мы им нужны только тогда, и вот эти федеральные партии, когда приходит время выборов в Государственную Думу или выборов главы государства нашего. А так, по большому счету, я общаюсь с координаторами, с руководителями, мы им так-то не нужны. И это правильно. И наша задача, это понять и не давать с собой лишний раз манипулировать. Но судьбу, мы должны принять ответственность за судьбу развития города Кировской области сами взять и понести, потому что это наше, и за нас, нам из Москвы никто ничего не сделает. Вот сейчас интересный вопрос про ответственность за судьбу. В данном случае предприятие, к которому вы имеете непосредственное отношение, являясь председателем совета директоров завода Киби, в текущем номере газеты «Бизнес-новости» в рубрике «Персона» Леонид Солодилов, депутат Заксобрания, по списку «Справедливая Россия». Отвечая на вопрос, как на вашем производстве почувствовалось, сказалось вступление в ИТО, ответил, вы почувствовали, это сказалось только тем, что цены упали. Но это, в принципе, все ожидали, никуда от этого не денешься. ВТО тема, которая вам очень близка, и как производители, что можете сказать по этому поводу? Ну, я считаю, что, во-первых, в Кире очень сильный пул вот этих производителей, которые, промышленников, которые производят продукты питания. Ну, в частности, и вот концерн Леонида Солодилова, он очень сильный, я наблюдаю со стороны за ним, мы с ним лично не знакомы, к сожалению, но вот с точки зрения, как они ведут торговлю, как производство, вызывают у меня только большую симпатию. То есть, несомненно, предприятие, которое, ну, федерального уровня, даже не регионального Кировской области, а федерального уровня. Но другое дело, что местная власть должна выстраивать умную политику. Понимаете, о чем я говорю? Профессиональную. Это может быть непонятно большинству не специалистов, но мне, как экономисту, и как менеджеру, мне это понятно. И самое главное, тут не нужны деньги. Тут нужно внимание со стороны, и именно возможность создать таких условий, где не требуются деньги, организационных. Пример, сходу, вот вам скажу, у нас, например, зарегистрировать ипотеку, это кредит, чтобы взять. Например, с банком мы можем решить вопрос в один день или за три часа, а для того, чтобы зарегистрировать залог, у нас обходится семь дней. Хотя, это бумажка, которая выдается об отсутствии. Да, давайте вернемся. К примеру, это может губернатор решить в две секунды, чтобы выдавать в течение дня. Но губернатор не может решить вопрос, вступать или не вступать в ВТО, и не может ограничить какие-то последствия его принятые, там, вещей, которые приняты для всей страны. А вы, как один из руководителей частного предприятия, можете каким-то образом с этим бороться или можете влиться в это, подстроиться? Ну, конечно, только остается вопрос, это же поток ВТО, это поток, мировой поток, может только подстроиться. Другого пути нет. А вот в рамках области, я считаю, можно создавать именно, ну, знаете, вот еще, есть из классики управления, есть такая вещь, что 90% вообще всех проблем в материальном мире решаются путем правильного менеджмента. Не говорится о деньгах, идет о рулении правильно, и о создании условий. На ваших предприятиях правильный менеджмент, он вовремя вырулит? Я считаю, что на наших предприятиях уровень менеджмента выше, чем в администрации города. То есть справитесь все-таки с последствиями ВТО. Хочу сейчас вас прервать, потому что чувство, мы снова перейдем на административные ресурсы, на менеджмент вышестоящий, да, эшелонов, высоких эшелонов власти. Спрошу у вас про один проект, который озвучил губернатор на послании ЗАГС Собрания, и просто хочу от вас услышать ответ, хорошо это или плохо. Этот проект направлен на поддержку многодетных семей, он разрабатывается в правительстве. Никита Юрьевич Белых поручает обеспечить его запуск в этом году. Речь идет о выделении целевых денежных средств на приобретение продуктов питания местных товаропроизводителей. Все это направляется в сторону многодетных семей. Да нет, но однозначно, с одной стороны, это положительный вроде бы момент. Есть еще и другая сторона? Нет, другая сторона есть. Это, знаете, какие-то полумеры разовые. Я все равно человек системный, и я понимаю, что это какое-то, знаете, одно движение. Нет, это не одно. Я только вырвала из того списка решений, рекомендации, которые были направлены в сторону поддержки многодетных семей. Мне хочется именно по этому проекту, ваше мнение. Хорошо или плохо? Нет, однозначно положительно. Кто выступит против поддержки многодетных семей? Потому что люди это заслуживают по определению раз. Но, с другой стороны, что можно эту программу более развитой сделать. Я думаю, что сделают? Я, по крайней мере, пока не вижу. Так я вижу сходу. Проблематика понятна. Я, например, бы стоял там семь основных пунктов по этому. Но то, что я увидел из того, что было в послании президента законодательного собрания, я вижу только одно. Губернатора? Понимаете, когда человек готов делать вот эти проекты, для меня понятно, что я как бы болевые точки вижу, я вижу это другими глазами ситуацию в горле. Почему я критикую? Хорошо, но здесь мы остановились, что это инициатива хорошая. Инициатива хорошая как будет исполнена? Но вы ее поддержите. Вы, как местный производитель, ее поддержите. Хорошо? Важна технология, как это будет реализовываться. Понятно. Не загубит ли ее? Поговорим по этому поводу при следующей нашей встрече. Как она будет реализовываться? Четыре праздника, вот майские праздники, мы с вами тоже встречаемся уже в момент праздников, череда их целая. Первое мая, пятый, девятый, есть еще события шестого мая прошлого года. Если покопать, то, наверное, каждый майский день величит за собой какое-то событие. Но у нас есть два утвержденных праздника, первое мая и девятая. Для многих эти даты уже стерты. Я могу делать эти выводы и по разговорам со своими знакомыми, и по высказываниям в прессе, и наших спикеров здесь. Не только молодые люди, но и люди нашего поколения уже говорят о том, что и мир труд мая живший слоган, и девятый это мая спорная дата. Пасху отмечают одни, события на Болотной площади другие. Тут у нас Великорецкий крестный ход. Две минуты до окончания программы. Я хочу спросить, для вас, какая дата из череды этих праздников самая важная и почему? Ну, однозначно, первое мая, оно уже ассоциируется, но я, правда, все время был школьником, но вот это, вот это содержание этого праздника, оно передалось. И сейчас оно, знаете, нивелировалось. Я бы назвал, да, действительно, мир труд май, потому что, пример, с первого мая начинаются какие-то работы, пусть там пока еще не полевые, в садах и огородах. У нас сады и огороды почти есть у всех. Такой новый хозяйственный год. Да, люди выезжают на природу, радуются. И поэтому, с одной стороны, как производственник для меня, знаете, опять каникулы, опять перерыв в цикле, в производстве. Но в то же время я понимаю, что мы живем не только для работы, но людям тоже нужно отдыхать. Притом они не просто отдыхают, они деятельно отдыхают. 30 секунд у нас осталось, Владимир. Про 9 мая. Про 9 мая однозначно великий праздник, но меня всегда неловко в этот день. Знаете почему? Эту победу держали наши деды. Уже не отцы, а наши деды. А мы вот эту битву, условно говоря, нации, народов, мы ее проигрываем. Меня всегда коробит, когда, знаете, вот проезжает Ауди, немецкая автомобиль, то есть вроде бы по страну, которую мы победили. Нет. А на ней георгиевская ленточка. Понимаете? Вот два символа, но они делают лучшие автомобили. Они восстановились. Пусть они проиграли войну. Они были опозорены и так далее. Вам горько за судьбы нашего автечества. Мы горько, да. Вот это для меня, это поражение. В праздник будете отмечать 9 мая? Однозначно. Это было особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. Меня зовут Светлана Занько. До новых встреч.